Итак, добрый день. Сегодня мы с вами занимаемся проектированием нашего второго этажа. Расскажу о всех этапах его построения. Планомерно перейдем к плану подвального этажа и объединяем два плейлиста. Как автокад для начинающих, так и автокад уже разобранные части. Что нам необходимо сделать и какие основные особенности мы будем рассмотреть при проектировании плана второго этажа. Для начала вспоминаем прошлое видео. Сейчас я только скрыл лестницу, скрыл штриховки. Мне они пока не нужны. Таблицу дубликации оставил, пока не заполнил. Мы с вами учимся только моделировать. Назначать помещение вы сами можете. Для плана второго этажа нам потребуется полностью скопировать план первого этажа, из которого мы с вами будем делать уже планировку плана второго этажа. То, что касается крыши, которая у нас с вами, крыша мансардная, подрезает наш план второго этажа. Об этом я еще буду более досконально рассказывать и показывать, как мы ее будем подрезать, на какой высоте мы ее будем подрезать и так далее. Для начала мы с вами скроем... Да, я добавил условное обозначение по нашим материалам, о котором я уже рассказывал в предыдущих роликах. Итак, для начала я пока скрою то, что мне не нужно, воспользуюсь клавишей на отключение выбранного слоя. Скрою таблицу экспликации, мне она не нужна. Скрою размеры, мне они не нужны. Номерации помещений я оставлю. Площади тоже мне не нужны. Так же, как и штриковка. Итак, что я делаю? Выделю полностью план нашего первого этажа, скопирую его и сдвину в правую либо левую часть. На самом деле, удобнее сдвигать его в правую часть. Смотрю по своему варианту, как у меня будет выглядеть план второго этажа. Что мне необходимо сделать? Мне необходимо откорректировать все, что мне не нужно. Напоминаю то, что на плане второго этажа у нас остаются только оси по нашему проекту, которые необходимы для возведения плана второго этажа. То есть, по факту, мы можем добавлять оси, но туда нужно менять всю нумерацию, начиная с плана первого этажа. Ось у нас закреплены. Они у нас идут, по сути дела, с начала моделирования нашего объекта. Если вы что-то добавляете из оси, не забывайте менять нумерацию. Если вы удаляете какую-либо ось на плане второго этажа, которая не задействована при моделировании, мы ничего нигде не справляем, кроме удаляем на том этаже, на котором она не задействована. То есть, по нормативам целая градация по добавлению осей, можно добавить вспомогательные оси, если это дополнительные несущие. Они нумеруются у нас по-другому. В данном случае, я смотрю на план второго этажа, вижу сразу, что четвертая ось мне не потребуется. Это первое, что бросается не в угол. Также, мне не потребуется все, что у нас располагается с вами в гараже. На самом деле, контур гаража я сам еще оставлю, потому что мне необходимо еще сделать свес моей крыши. Но могу это сделать потом. Давайте сделаю это потом. Выделяю все, что мне не нужно от гаража, удаляю. Дальше, что мы с вами делаем. Скрепляем утеплитель облицовку. Лучше, опять же, делать это послойно. Вспоминаем, как мы с вами это делали. Здесь кружочки я все удалил, ничего страшного. Мы с вами послойно будем активировать сначала несущий, потом утеплитель, потом угольцовку. И будем стыковать и сразу же забирать замкнутый контур. Выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Соединю замкнутый контур. Проверяю, чтобы контур был замкнутый. Окей. Активирую все. Дезактивирую облицовку. Соединяю точно так же наш утеплитель. Собираю обязательно в единый и замкнутый контур, чтобы у меня нигде не было разрыва. Дальше, что я делаю. Облицовка. Сейчас я уже могу выключить утеплитель нанесущий, чтобы соединить нормально мою облицовку. Соединяю в единый замкнутый контур. Активируем. Смотрю, что мне еще не потребуется. Мое крыльцо веранда терраса. Вместе с маркировкой помещений. И, судя по нашей планировке, ось B нам тоже не потребуется. Так как мы контур будем бездвигать. Удаляю крылечко. У меня оно не нужно. Я бы мог сместить все эти контуры, но я буду их просто проделывать вручную. Все эти соединения. Пока выключу облицовку утеплитель. Воспользуюсь командой фаска. Расчленю еще. Расчеленить все наши контуры, которые нам не нужны. И начинаю соединять через фаску. И потом то, что мне не нужно, просто удалю. Гаражные ворота тоже мне пока не нужны. Напоминаю, что у меня будет отдельный урок по всем быстрым командам. Сейчас мы только учимся моделировать. Я помню про SPDS, комментарии по предыдущему видео. И об этом буду делать отдельный урок. Сейчас мы учимся с вами по факту только моделировать. Соединяю замкнутый контур. Вскрываю несущие. Расчленяю то, что мне не нужно. Фаска соединяю. Не забывайте себя перепроверять, чтобы все контуры были замкнуты. Чтобы потом у нас с вами никаких проблем не возникло с той же самой штриховкой. И последняя облицовка. Нет, вытеплитель. Скрываю то, что мне не нужно. Опять же, с фасками мы с вами учились в одном из предыдущих роликов. Субтитры делал DimaTorzok Двери у меня объединились. В этом небольшой косяк есть. Но я потом могу просто переделать все эти перегородки. Вот у меня контур. Как я и говорил, лучше послойно объединить замкнутые контуры. Вот она ошибочка. Я не скрывал перегородки с дверьми. Выделял все. Соединял замкнутый контур. И палочка от нашей двери объединена с контуры наших перегородок. Но ничего страшного в этом нет. Я их расчленю, пока удалю сами двери. Верну назад перегородки. И восстановлю справедливость, так сказать. Итак, смотрю по планировке по нашему. А у нас с вами с плана первого этажа выходит лестница. Вспоминаем то, что мы с вами создавали цельную нашу лестницу. Чтобы никаких ошибок у нас с вами не возникло, лучше ее переносить в место расположения с плана первого нашего этажа. С привязкой к какому-либо элементу. Мы выделяем нашу лестницу. Функция копировать. Привязываемся на пересечение тех осей, которые у нас еще с вами остались. Это ось 3 и ось В. Я вижу, что она полностью попадает туда, куда мне необходимо. И включаю все слои, чтобы сейчас приводить всю корректировку. Вижу опять же двери. Сейчас восстановлю все, чтобы у нас никаких ошибок уже не возникло. И послойные еще раз провели. Лучше все замкнул. И снова перепострою в окне. Так будет проще и меньше ошибок. Для тех, кто подсоединился только, я восстанавливаю наши контуры, которые я немного поторопился. И сделал немного неправильнее. Снова скрываю все. Объединяю замкнутый контур. Ответитель замкнул. Несущий замкнутый. Объединим замкнутые контуры и удаляю лишние отрезки. Итак, что мы делаем теперь? На площади нам не нужны, сейчас мы ее будем восстанавливать, так как они должны быть. Мы перенесли с вами лестницу. На плане первого этажа она должна быть подрезана на высоте 1,3 высоты этажа. Я вам это говорил в прошлом видео, мы с вами ее вырисовываем. В прошлом видео. Восстанавливаю обозначение моей оси A. Итак, проверяю. ОСГ у меня до чего не задействована, я ее могу удалить. Я ее просто удаляю, нумерацию я не меняю. Что я делаю дальше? Как я уже говорил, площади мы с вами удаляем не нужны, нумерацию пока оставляем. Мы потом ее скопируем. В прошлом видео я давал блок сразу же готовый с нумерацией помещений, чтобы можно было сразу же добавлять в свой проект ничего не создавать. Это блок с атрибутами. Итак, что я делаю теперь? Прочу прощения. Я смотрю на планировку свою. Вижу то, что у меня крыши должны еще свисать. Это я все сделаю. Что я проделаю? Смотрю планировку плана. Что мне необходимо? Во-первых, перегородки построить так, чтобы они у меня разделяли мое помещение. И начинаю построение. Эта перегородка мне не потребуется уже. Я продлю то, которое у меня есть, чтобы в дальнейшем разрезать. Я вижу то, что ориентировочно к центру у меня идет еще одна перегородка. Я мог бы все это измерять по площадям. И, соответственно, откладывать необходимые мне расстояния. Вспоминаем. Это так и должно быть. Я уже рассказывал вам. Все перегородки кратно 10 мм. В данном случае я сначала продлю перегородку та, которая у меня стоит уже здесь готовая. И в дальнейшем я проведу проверку по дверным проемам входит ли у меня, ну, организован ли у меня вход для всех моих основных помещений. И замкну мои перегородки. Потом я соберу единый замкнутый контур. Здесь я выделяю, удаляю то, что мне не нужно. Потом я опять же соединю замкнутый контур. Я вижу то, что в окончании моей стены, моей лестницы, уже идет перегородка. Я скопирую та, что уже есть. и наведу на край моей лестнице. Я вижу то, что они совпадают, можно было просто продлить. нет, не совпадают. Промахнулся. Вот эти перегородки могут убавиться. И сейчас буду продлить. И в дальнейшем буду ее достраивать. Соединяю все, что мне необходимо. Замкнутый контур. Да, я вижу то, что колонна, она пересекает. Сейчас мы это с вами подредактируем. Выделяю все необходимое. Обрезать. Не выделялась моя колонна. Выделяю все необходимое. Обрезать. Колонну зачем-то обрезаем. Замыкаю перегородки. Итак, здесь замкнул, здесь замкнул. Теперь мне необходимо построить вход в мое еще одно помещение. Получается ванная будет и спальня будет. Судя по графическому изображению. Я поведу от нашей колонны в нашу перегруппу. Если по каким-либо причинам она у меня потом не сойдется, я буду расширять пространство и возможно даже двигать колонну. До этапа, как говорится, строительства. Я вижу то, что у меня еще есть смещение под гардеробную. Я немного не увидел. По окончанию нашей лестницы. Судя по расстоянию, в районе 800 мм. 800 мм. Сделаю так, чтобы получилось как на картинке. И придется мне опять же все это корректировать. Я цепляюсь за маркером и нажимаю левой клавишей мыши. Перегородки у нас с вами это не несущие элементы. Мы их можем корректировать как угодно в зависимости от желания самого заказчика. Поэтому это еще не итоговый вид моего проекта. Я перейду чисто в перегородки, чтобы их соединить в замкнутую клавишу. Как работать с функцией обхода слоев я рассказывал в начале работы с автокадом. Очень полезная функция. Я вижу то, что колонна у меня достаточно громоздко выглядит. Лучше всего ее будет сдвинуть. Сейчас я этим заниматься не буду. Что мне нужно сделать с нашей крышей? По факту у нас с вами планировочная часть по плану второго этажа закончена. Мне нужно отобразить еще крышу над моим гаражом, который у меня свисает. И показать как подрезается наша крыша. Я создам новый слой. Создам слой кровли или крыши. Крыша. Цвет я буду использовать любой отлично от того, что ранее задействовано было в проекте. Continuous 0.25 на данном этапе. Потом мы с вами будем его корректировать уже на плане самой крови. Я запроектирую отрезок, который будет показывать свес моей крыши. Точнее контур свеса моей крыши по первому моему этажу. Вы должны смотреть на проект. Есть ли у вас какой-либо стороны свес нашей крыши. То есть самого контура свисает она или нет. Я предполагаю, что она у меня здесь односкатная представлена. То есть имеет только один уклон. И свес у нее имеется с одной стороны. По сути дела с левой части нашего объекта. Справа части нашего объекта. Свес нормированный. Есть нормированные значения. Есть проектные значения. Нормированные от 600 до 900 миллиметров свес нашей крыши. Я выбираю самостоятельно. Пускай это будет 600 миллиметров. И проектирую чисто прямоугольник, который я уже в дальнейшем на своем плане доведу. И он будет показывать свес моей крыши. Вот он. Контур. Который я скопирую с привязкой. Мог на самом деле не копировать. Мог выделить и перенести. Выделяю. Перенести на пересечении двух осей, которые нам уже с вами известно, что они остались. В и ось 3. В и ось 3. И покажу эту крышу. На плане у нас штриховки поверхности быть не должно. То есть на картинке вы видите, что штриховка поверхности у нас с вами есть. На плане у нас нужно показать только углон самой крыши, который будет еще рассчитан и перепроверен. Чистым математическим вычислением. То, что касается контуров крыши, которые вы видите по краям. Как нам необходимо отобразить их? Свес у нас опять же известен. Можно запроектировать сейчас только свес. Либо, когда у нас с вами уже есть видео по фасадам, можно определить высоту подрезки нашей крыши, на какой высоте она будет у нас с вами отображаться на нашем плане. Вспоминаем то, что высота проектная на чертежах подрезки нашего этажа, то есть, как мы видим, наш план располагается на одной трети от высоты этажа. Когда у нас с вами есть, предположим, рядышком запроектируем. Домик. Это, грубо говоря, громоздка модели. Нашей с вами мансардной крыши. Чисто набросок. Мы видим его подрезку на высоте одной трети от высоты этажа. То есть, вот наш план кровли. Я еще раз его покажу. Это подрезка на высоте одной трети от высоты этажа. То есть, у нас здесь с вами нормированная высота этажа 3 метра. Одна третья у нас с вами на высоте одного метра располагается подрезка нашего этажа. То есть, по факту, сейчас я эту линию сделаю толстой, чтобы вы понимали. У нас с вами метровый наш, но здесь не в масштабе. Поэтому просто на высоте одного метра у нас с вами происходит подрезка. И мы видим с вами вот эти два участка по краям. Мы можем сейчас сделать на плане второго этажа чисто набросок. А когда будет план фасада завершен, мы с фасада можем перенести все вот эти конечные отметки. Я думаю, что будет понятно. И там же будет видно, где крыша у нас разрезается, потому что у нее есть тоже толщина у этой крыши. Грубо говоря, вот эта толщина. Сделаю ее другим цветом. Только на виде сверху мы на нее будем смотреть. И мы увидим все эти участки и сможем их отобразить на нашем плане. План второго этажа. Я думаю, что постарался понятно объяснить, как производится подрезка. Напоминаю, что это грубая моделька, чтобы вы могли понимать, как подрезается и как изобразить на плане второго этажа вот эти с двух сторон на нашем плане остатки нашей крыши. Там нужно показать только стрелочку спуска нашей крыли. Ну, про стрелочки я уже говорил в теме по плану крыли, на которой тоже будет ссылка. Пока удалю. Что нам остается сделать здесь? Ну, во-первых, с плана первого этажа я могу скопировать все условные обозначения и таблицу экспликаций. Тоже изобразить ее рядом. Нумерация помещений. У нас с вами, если на первом этаже числа начинались с единицы, то на плане второго этажа у нас они будут идти с двойки. То есть 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5. На лестницу мы продолжаем строить стрелочку, как я рассказывал в прошлом видео. Добавляем площади, размеры и штриховку. О поэтапном построении всех размеров я уже говорил в видео по плану первого этажа. Повторять просто не имеет смысла, я считаю. Если необходимо, оставьте комментарий, я перезапишу это видео и сделаю его полным от и до по плану второго этажа. Но пошаговая инструкция достаточно проста. Копируем план первого этажа. Корректируем внешний вид. Добавляем, если необходимо, в общую сборку с осями. Дальше штриховка, площади, размеры. И все. Все остальное у нас с вами уже было разобрано на плане первого этажа. Следующее видео будет посвящено плану подвала. Я расскажу, почему мы с вами не можем там использовать утеплитель. Наш стандартный облицовочный кирпич, а у нас с вами там не будет. И объединяю общую сборку с еще десятью видеороликами, которые многие не находят. Они у меня находятся в плейлисте для моих студентов и для студентов. Но, во всяком случае, мы уже нагоняем то, что уже было давно записано. Это как строится разрез, как оформляется разрез, как строится фасад, как оформляется фасад, как делается план кровли для скатной крыши, для плоско эксплуатируемой и не эксплуатируемой крыши, вывод чертежей на печать, таблица схем заполнения оконных дырных проемов и витражей. Да, на плане второго этажа, я еще забыл, окна необходимо прорезать, они прорезаются точно так же, как делалось на плане первого этажа. И все остальное у нас с вами будет сделано. Осталось одно видео и будет полная пакетная спорка по моделированию коттеджного автомика для тех, кто учится работать в программном комплекте AutoCAD. Всем спасибо, что были тут, если понравилось видео, как-нибудь комментируйте его, чтобы у меня была возможность добавлять чего-то новое для общего развития. И я дружусь для вас, надеюсь, что я был полезным. Всем спасибо и скоро с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok